Дорогие друзья, и снова у нас разговор о подготовке дела к судебному разбирательству. И это отнюдь не праздный вопрос. В очередной раз, столкнувшись в конкретной ситуации, о которой рассказал зритель нашего канала, пришлось столкнуться с тем, что суд формально провел подготовку дела к судебному разбирательству, существенным образом сократил время на вопрос о том, что, а когда будут решены все задачи этой отдельной стадии подготовки, поскольку у нас пленум говорит о том, что каждая из задач подготовки дела к судебному разбирательству имеет самостоятельный характер, и невыполнение хотя бы одной из этих задач может привести к судебной волоките и принятию неправильного судебного решения, судья сказал, о каких задачах вы говорите, у меня нет времени, у меня уже следующее судебное заседание, мы назначили дату следующего заседания, все, всем до свидания. Дорогие друзья, это не подготовка дела к судебному разбирательству. И вновь мы возвращаемся к этой теме, и вновь я акцентирую внимание на то, что на эту стадию не основательно, не обоснованно, не обращают внимания ни профессиональные юристы, ни те люди, которые соответствующим образом подают в суд по тем или иным основаниям. Это все, дорогие друзья, очень и очень существенная тема, и, конечно же, на ней необходимо акцентировать внимание и при оспаривании незаконных судебных решений говорить о ней в полный голос. И вновь вернемся к постановлению пленума. Как нам пленум говорит, соблюдение требований закона о проведении надлежащей подготовки дел к судебному разбирательству является одним из основных условий правильного и своевременного их разрешения. Не проведение, а это зачастую случается, вот одна зрительница обратилась, другая ко мне сегодня тоже обратилась и говорит, а у нас не было подготовки, на беседу не пригласили, не вызвали, сказали, она проведена, и зачем вам там быть, дорогие друзья? Это не отношение, вот как об этом говорит Верховный суд. Непроведение, либо формальное проведение подготовки дел к судебному разбирательству приводит к отложению судебного разбирательства, волоките и, в ряде случаев, к принятию необоснованных решений. И, как гласит Верховный суд, у нас суды могут приступить, вправе приступить к судебному рассмотрению только после выполнения всех необходимых действий по их подготовке. То есть, у нас, если судья принял решение без подготовки, это незаконное судебное решение, он не имел права приступать к судебному рассмотрению без подготовки дела к судебному разбирательству. Об этом четко нам говорит Верховный суд. При этом, обращает Верховный суд всегда внимание на то, что подготовка дел к судебному разбирательству является самостоятельной стадией гражданского процесса, которая имеет целью обеспечить правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел. И обязательно, обязательно, это прямое требование закона по каждому гражданскому делу. Вот я только сегодня получил два сигнала о том, что по делам не проводилась надлежащим образом подготовка. Вот как на это реагировать? Мы сразу написали соответствующие жалобы, обращения и так далее к судям и готовим обращение в высшую квалификационную комиссию, в квалификационную комиссию судей и так далее. Председателю суда, который уполномочен в том числе и вносить представление на тех или иных судей в связи с невыполнением своих судейских функций и так далее. Поэтому, дорогие друзья, конечно же, это важнейшая стадия. Нельзя ее не проводить. Это все равно, что без проведения судебного разбирательства принять судебное решение. А как проводить судебное разбирательство без подготовки к нему? Но до сих пор, даже в разговорах с юристами, с некоторыми, я не говорю о простых гражданах, в разговорах с коллегами, с юристами, мне приходится слышать мнение, что А зачем нам нужна вообще стадия подготовки дела к судебному разбирательству? Туда не нужно ни приходить, ни заявлять ходатайство. Дорогие друзья, вот это укоренившееся мнение, в том числе и в судейском корпусе у некоторых судей, о том, что это формальная сторона дела и проводить ее не обязательно, она находит отображение в том, что многие удивляются, ну а зачем вы пишете жалобы? Что здесь такого? Ну не провели они подготовку. Ну дело-то рассматривается. Дорогие друзья, это не неправильный подход к делу. Он противоречит позиции Верховного Суда. Это высшая судебная инстанция. И это является несоблюдением закона. А как можно допускать несоблюдение закона судьей? Вот вы мне объясните. Человек, который занимается правоприменительной практикой. Это недопустимо однозначно. Поэтому это требует соответствующего реагирования и отображения, в том числе в частных жалобах, в апелляционных жалобах, в кассационных жалобах, в жалобах и обращениях в квалификационную коллегию, в высшую квалификационную коллегию, председателю суда и так далее. Вот это, дорогие друзья, то, о чем хотелось поговорить. И, конечно же, если вам нужна какая-то практическая помощь в этих вопросах, обращайтесь и проконсультируем, и составим соответствующие документы. Ну и, конечно, если вам нужны составления исков, апелляций, касаций, либо какая-то консультация по тем или иным вопросам, обращайтесь. Всегда с удовольствием поможем на хороших условиях. Удачи вам в ваших делах. Счастливо!